что ни говори а ялта все-таки город счастья честное слово даже при даже при нашей минимальной пенсии вот сегодня я получила пенсию даже 10 тысяч нет и по карточке сразу же перевела на коммунальные услуги там у меня в реву было у меня за четыре месяца долг очень дорогое тепло очень дорогой а еще за март не заплатила вот заплатила всю коммуналку заплатила за у меня сейчас нету долгов за интернет за июнь уже 10 50 рублей положила три с половиной тысячи на кредитную карточку потому что без кредитной карточки я просто тут умру с голода три с половиной тысячи положил и осталось у меня две тысячи совсем совсем с небольшим ну две тысячи короче говоря и вот как на эти две тысячи тут проживешь вот как прожить на две тысячи еще надо этот это на питание и это еще плюс на лекарства поэтому лекарства купила самые необходимые у меня два необходимых лекарства чтобы ходить на каблуках они с тросточками как ходят мои подружки уже они уже с костылями ходят а я пока футфу на высоких каблуках это лекарство остеоке а она даже лекарством не считается она считается бадом но этот бад лучше всякого лекарства потому что где-то с осени 18 года у меня стала болеть тазобедренный сустав на ногу не могла ступить я столько денег потратила на различные лекарства американские за две с половиной тысячи на всякие и и ручка погребняк дай бог ей здоровья она мне посоветовала вот это английская лекарство остеоке а это уход уход за костями боже тут молодежь подошла и вот это у меня самое необходимое лекарство чтобы бегать на каблуках потому что мне хотя и под 70 но я не собираюсь тросточкой ходить это лучше 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 задавиться чем ходить с тросточками это во первых но и конечно для профилактики гипертонии взяла милдроват вот и это пятьсот с лишним рублей вы скажете а что для сердца а для сердца ничего не беру потому что сердце моё зависит только от нервозности я от стрессов если нет стрессов то и сердце не болит для сердце я беру горчичник горчичник если сердце за ноет я горчичник и спать ложусь вот так вот я живу и что я почему-то чела на эту тему разговаривать но что мы с подругой вчера поссорились если у меня такая подружка лариса если ты будешь смотреть меня вот я тебе говорю как ты можешь мне не поверить что мне нечего есть как ты можешь мне не поверить зная какая у меня пенсия сейчас даже 10 тысяч нет потому что за бесплатный так называемый проезд нас стали снимать с нас стали снимать деньги с карточки на пенсионную вот и тем не менее ялта это город счастье потому что здесь как то есть то много не хочется здесь солнце много здесь не надо шум и я конечно счастлива что я живу именно в ялте здесь веселее живется конечно чем в любом в любом российском или украинском городе вот осталось у меня 2500 рублей с лишним я потратила в аптеке на лекарства и осталась у меня где-то до зашла на рынок стала покупать филе куриное белок обязательно нужен для сердца нужен для сердечной мышцы обязательно нужен животный белок раньше я покупала его магазинах а тут решила думаю зайду-ка я на рынок там можно поторговаться и сейчас я стала покупать куриное филе на рынке купила на 400 рублей куриного филе мне этого хватит я ем мало уже себя приучила более того я считаю что мне еще надо похудеть вот и осталось у меня тысячи а да на 50 рублей я поела тут есть у нас на набережной магазин сладости крыма я всегда там беру узбекскую халву очень ее люблю она конечно сладкая молочная на молоке на она или на сливочном масле не знаю вкус у нее как у сгученного молока консистенция как у конфеты раньше помадки были такие конфеты ну люблю я ее и второй день здесь у них в магазине акция проходит бесплатный кофе бесплатный хороший крепкий кофе вообще а я его разбавляю нужно с собой маленький такой термос горячей водой вот и вообще кофе никогда не пила стих ну с советских времен конечно там мы пили растворимый кофе а потом я стала читать что он вредный и так далее и там подобное и кофе не пила и вот сейчас снова начала попивать кофе но он очень оживительное и живительное действие на меня оказывает вот я столько ходила и устала вроде сейчас выпила этого кофе горяченького мне так хорошо стало как будто я допинг какой приняла у меня с собой вода я сейчас разбавлю потому что он очень очень крепкий этот магазин кафетерий находится прямо напротив часовни очень дорогие товарищи на зло путину мы будем счастливы и будем бороться за лучшее наше будущее ну или с каждого минусом плюс конечно можно делать поэтому вот я это называю путинская диета маленькие пенсии зато я не толстею а при украине у меня я хорошо жила материально по сравнению с сегодняшним днем во всяком случае себе не отказывала в еде в одежде поездках вот и я была честно говоря полноватая полноватая сейчас я уже сбросила к вам 5 может даже 10 поэтому когда есть деньги это тоже плохо так что лариса моя подруга дорогая я тебя даже вообще заблокировала так мне обидно стало что ты мне не веришь ты же мне не первый год знаешь и знаю что я никогда не обманываю если у меня от пенсии осталось 2000 рублей из них надо еще лекарства купить и еду до 12 до 12 июня уже я даже с бомжами ходила по получала обеды во всякие церкви хожу если есть время во время где кормят вот и моя дорогая соседка римочка ивановна меня без конца подкармливала дай бог ей здоровья она сейчас отдыхает санатории санаторий называется крым находится он поселке или в городке старый крым старый крым там живут в основном татары она мне позванивает вот она меня честно говоря подкармливает я конечно могу прожить на копейки потому что я ем мало и очень непритязательно в еде очень непритязательно также лариса ты меня очень обидела очень обидела вот не верим в то что я живу в проголод вот все соседи которые со мной общаются это все подтвердят потому что на такую пенсию конечно же на еду никогда не хватит я себе даю отдыха так 12 дня после суда со своими первый был предварительный суд со своими верхними там соседями вот я немножко расслабилась потому что я очень долго ждала этого суда если на мировое соглашение они не пойдут то этот суд будет очень длительный надо будет проводить экспертизу экспертиза тоже у них там очередь мы не одни у них это длительное конечно мероприятие это может на все ли это затянуться этот суд их представляет какой-то адвокат я забыла фамилию его никто из них не явился на суд но это дело личное у них есть видимо деньги на адвокатов а у меня денег нет я никогда никогда я адвокатов не нанимаю вот сейчас я немножко отдохну а потом у меня еще один суд вес печи я еще не изучала этот вопрос у меня есть кем конечно обсудить этот вопрос я буду судиться по поводу того что нарушили мои права потребителя из меня хотят содрать за мусор немецкий мусорный оператор за мусор которого я никогда не производила естественно два года они мне нервы мотают по этому вопросу это такое это так несправедливо и так дико я естественно буду подавать вес печи но там значит течение шести месяцев подается аппликейшен поэтому у меня еще и время есть я немножко решила расслабиться ну и пожалуй это все мои суды больше я устраивать судебные тяжбы не буду я жду развязки ситуации с николаем николаевичем платошкиным как там с ним поступят если его не посадят то я возможно во всяком случае собираюсь принимать участие в работе его партии потому что больше шансов у нас нет я вчера вам показывала во что превратили наш крым у нас уже ни одного санатория нет все санатории принадлежат олигархам и силовикам российским у нас ничего уже нет не осталось вот это вот только набережной видите больше ничего нету вот если у него не дай бог засудят хотя не за что вообще и ситуация будет такая что бесперспективная то я еще предприму попытку уехать из страны въеду не въеду не знаю но во всяком случае я не могу на все это смотреть понимаете мы вообще другие люди мы из другой страны мы из советского союза и смотреть на этот бардак когда ни одного санатория для народа не оставили даже кардиологические санатории где учителя лечились сердце свое поправляли и тут надо отобрать ну вот и все мои новости пока паха пока 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 成очка